Субтитры создавал DimaTorzok Это крайнее действие человеческой гордыни, когда человек полностью вытолкнул Бога из картины своего мира и не ценит свою жизнь пред очами Божьими, если это, конечно, не результат сумасшествия. Такое бывает. И мы знаем, что церковь с древних времен человека, который наложил на себя руки, будучи вне ума, так это в канонах описывается, и отпевала, и поминала. В остальных случаях церковь даже не молится за этого человека, предавая его суду Божию, мы не знаем, как Господь рассудит. У нас есть люди, причисленные к лику святых, которые окончили свою жизнь добровольно. Например, святые мученицы первых веков христианства, которые, страшась и не желая принимать ту участь, которую ему готовили наложницы в публичных домах, они сами выпрыгивали из каких-то высоких мест, таким образом заканчивая свою жизнь, не желая жить в этой грязи. И церковь их не осудила. Мы знаем, что бывают случаи, когда, допустим, раненый офицер, который обладает во время боевых действий информацией, способный привести к гибели сотен тех людей, которых он обещал защищать. Прекрасно понимая, что современные технологии допроса заставят его рассказать, он накладывает на себя руки. Конечно, поэтому бывают самые разные ситуации. Но если это происходит по каким-то другим причинам, то это свидетельство того, что человек не оставил в своей жизни места для Бога. И жизнь поэтому потеряла смысл. То, что касается испытаний, которые посылает Бог, я хочу прочитать маленький отрывочек из первого послания к Коринфянам апостола Павла из 10 главы. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Действительно, Бог не дает искушение выше сил. Искушение по этому тексту бывает человеческое, то есть та самая гордость. Бог иногда попускает человеку пасть. Бог иногда отступает от человека и не поддерживает его. Почему это бывает? Это бывает, потому что Бог никак иначе не может победить гордость человека. Многократно у святых аскетов, у святых отцов встречается эта самая мысль. Бог отступает от человека, когда он слишком горд. Как в Священном Писании сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. «Пока человек горд, Бог ему противится». И в том числе он попускает ему падать, для того, чтобы человек увидел свою немощь и смирился. Потому что смиренным можно дать благодать. Поэтому, если мы хотим, чтобы нас не постигало искушение, такое, с которым мы не справимся, нам надо искать добродетельность смирения. «Близ Господь с укрушенным сердцем», — говорит пророк Давид. Если мы сокрушаем свое сердце, если мы собираем добродетельность смирения, мы близки к Богу. И Господь нас защитит от любых искушений. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok